Пока большинство краснодарцев наслаждались долгими выходными у жильцов дома по улице Бургасской, 23, настроение было явно не праздничное. Они вместо пикника устроили общий сбор в своем дворе. Причина – непомерно высокие счета за электричество, которое НЭСК, по их словам, выставил им абсолютно безосновательно. Люди обратились к нам в редакцию с просьбой помочь и придать огласку этому делу. Подробности у Анны Володиной. Квитанция о поплате коммунальных услуг редко вызывает у нас радостную улыбку, но обычно мы хотя бы примерно знаем, какую цифру увидим в ней. Другое дело, если сумма в десятки раз превышает ожидаемую, как это вышло с жильцами дома по улице Бургасской, 23. Накануне жителям из 38 разных квартир пришли требования о погашении задолженности за электроэнергию в виде писем с уведомлением о выдаче судебных приказов. Причем суммы, которые указывает акционерное общество НЭСК, многократно превышают размер ежемесячных платежей и составляют от 10 до 50 тысяч рублей. При этом причины либо не названы, либо не соответствуют реальному положению вещей. Когда мой муж сходил в НЭСК узнать, откуда такой долг, нам сказали, что у нас счетчик новый, он не опломбированный, хотя на нем стоят две пломбы с голограммой НЭСК. Мы его поставили в 2013 году и написали заявление, вызвали специалиста, чтобы он пришел и проверил, теперь наши пломбы ждем. Специалист не взял ни номер телефона, еще хотели взять деньги за то, что придет специалист. Надежде Георгиевне Деминой, 83 года, она живет одна и тоже, получила на днях уведомления о долге за электричество на сумму более 20 тысяч рублей. Все праздники они нам испортили, за что, спрашивается. Если бы мы были виноваты, мы бы, честное слово, пошли бы и заплатили. Если бы я знала, я должна. А тут обидно, что нет этого долга, нет. Откуда он взялся, никто сказать не может вразумительно. Люди неоднократно писали, звонили и ходили во все возможные инстанции. По одной из версий, ГУК судился с НЭСКом по поводу общедомовых долгов, а не внутриквартирных, и выиграл дело. Причем сумма спорного долга, около 40 тысяч рублей на весь дом, что никак не вяжется с теми цифрами, что мы увидели в квитанциях у людей. Вот посмотрите, повнимательнее. Я говорю, а мой вообще до 50-го. Нас с вами не будет, а счетчик будет. Я при чем, что у него написано. Он должен идти и с НЭСКом решать эти вопросы. Вот, о чем и речь. Дело не в счетчиках, оказывается. Я им доказываю, что, вы знаете, по хорошему счету, у нас все попали в ваши межведомственные войны. Как обычно. Вот, бары дерутся, а у нас чубы трещат, получается. И при чем здесь мы. Они посылали, они вот в открытую говорят, идите в ГУК. Зачем я пойду в ГУК, если вы мне выставляете счет? Зачем мне туда идти? Я в ГУКе был. Не оповестил раньше. Мы задали эти вопросы представителям управляющей компании. На сегодняшний день в соответствии с 354-м постановлением правительства Российской Федерации собственник несет ответственность за соблюдение сроков поверки своих приборов учета, всех коммунальных услуг и за исправностью данных приборов учета. Начисление за индивидуальное потребление производит НЭСК. И управляющая компания в лице ГУК «Краснодар» на сегодняшний день не имеет возможности отслеживать причины перерасчетов, выполненных на индивидуальное потребление данным поставщиком. Для того, чтобы собственники могли удостовериться в правильности произведенных начисления перерасчетов, им необходимо обратиться в данном случае к исполнителю в лице НЭСК «Энергосбыт». Мы, кстати, решили посмотреть своими глазами на то, в каком состоянии счетчики в подъездах этого дома. Ну вот, счетчик. Может каждый подойти. И вот так вот его развернуть, открыть, посмотреть и сделать, в принципе, все, что ему нужно. И пломбы сорвать. И пломбы сорвать, да. Можно даже врезаться. Поменяли счетчик 22 июня 2018 года. Вот имеется пломба, все, новый счетчик. Имеется акт выполненных работ. Вот все пломбы описаны, все. И точно так же, как все, получили мы письмо с долгом 11 700 рублей. Возвращаемся во двор. Здесь никто не расходится. Люди подписывают коллективное обращение на имя депутата ЗСК, которую на момент съемок уже официально переадресовали в прокуратуру края. То, что сейчас происходит, это связано с необоснованными счетами, выставленными НЭСК. И, соответственно, люди не понимают, откуда взялись такие цифры. Причем среди 38 квартир, 20 лишним квартир, это стоят новые приборы учета электроэнергии. Ну, на них сорваны пломбы. Соответственно, люди заявляют, что они как бы этим не занимались. Но, в принципе, мотивации у людей, у собственников квартиры нет. Мы, естественно, должны были выслушать все стороны конфликта Кстати, любопытно, что некоторые жильцы дома по улице Бургасской, 23, переживают не только за себя. Они считают, что если пустить ситуацию на самотек, это может привести к нехорошему прецеденту по всему Краснодару. Мы же надеемся, что этого не произойдет. Мы обязательно проследим за развитием ситуации с этой пятиэтажкой.